А вот на горизонте появилась станица Кущевская, либо еще ее называют Кущевка. Кущевка в России после 2010 года стала именем нарицательным, потому что 4-5 ноября 2010 года в Кущевке, Краснодарском крае, произошла достаточно громкая трагедия. По причине того, что именно в Кущевке была в свое время организованная преступная группировка Сергея Цапко, и вот в ноябре 2010 года произошла развязка всех этих событий тем, что был подожжен и сгорел местный дом, в котором было обнаружено 12 убитых человека, с которых четверо было детей и даже один ребенок был новорожденный. И все это было связано с тем, что еще с примерно 1998 года местная организованная преступная группировка терроризировала Кущевку, также терроризировала станицу Ленинградская, которая рядом здесь находится, и все это было достаточно неожиданно. В то же время, как видите, трасса здесь достаточно оживленная, это трасса Дон, трасса из Москвы в сторону Краснодара и в сторону Ставрополя, которая едет. Станица находится вот с этой стороны, она огромная практически как город, но тем не менее это не город, а как было, так и осталась станица. Здесь вот такие вот домишки, даже есть определенные вот такие вот посадки, вот такая вот хорошо обустроенная трасса и то подобное. Ну, лично я в этих краях ночевал до всех этих событий еще в октябре 2009 года мы с товарищем ставили палатку в центре Кущевки. И в ноябре, также 2009 года, когда я ехал обратно из своего очередного путешествия, я также ставил палатку и ставил примерно вот в этом поле на другой части дороги, в Черноземе. Тогда пошел дождь, и, кстати, мой совет, никогда не ставьте палатку в открытом поле, по причине того, что утром просыпаетесь, весь Чернозем прилип к ногам, прилип к нижней части палатки. Мне потом пришлось идти вот примерно в тот, там, мойка и тому подобное, и весь этот Чернозем отмывать с ног и с палатки. Вот, ну, а Кущевки, конечно, вот эти имена стали нарицательными, так же, как Цапко, это символизирует какое-то слияние криминала и власти. Вот, такие вот места есть в Краснодарском крае, на Кубани и тому подобное. Кстати, даже говорят, что Сергей Цапко, Сергей Цапко в 2008 году участвовал в инаугурации, инаугурации Дмитрия Медведева как президента. Ну, так говорят. Вот такие вот виды, что, когда путешествуют по России, можно встретить всякое. При въезде в Краснодарский край, в станицу Кущевскую, вот есть такая вот заправка, даже с газом, даже с газом. Вот там уже написано, может видно, опты родицы газа. Итак, ассоциация прогресс, но вот почему-то цены на газ я пока сейчас не вижу. Я вижу зато Евро-5 дизельное топливо 31 рубль, АИ-95 Евро-5 39 рублей 70 копеек, АИ-92 37 рублей 20 копеек, АИ-92 36 рублей 70 копеек, а вот вижу газ 18 рублей 50 копеек, и дизель 34 рубля 50 копеек. Цены на дизель, с такой как бы со сносочкой на 100, от 100 литров. Заправка, только что положил здесь денежку на телефон, чтобы пользоваться интернетом. Ну, в принципе, деньги приходят достаточно быстро. Написано, что есть кафе и магазин 24 часа. Да, там есть магазинчик, ну вот Wi-Fi, Water Closet и Wi-Fi написано. Water Closet, да, имеется, однако без туалетной бумаги. Только что проверил, сейчас 9 утра, 9 утра 12 сентября. Wi-Fi проверить не успел. Ну, соответственно, там вот действительно, как я думаю, видно, написано. Центр, автовокзал, и это станица Кущевка, знаменитая тем, что здесь орудовала банда Цапко. И произошли события еще в 2010 году. Ну, а с этой стороны, с правой стороны, есть вот отель, столовая, старая мельница называется. А это вот трасса-дон, трасса-дон. С той стороны есть сельскохозяйственная такая ярмарка, и там продают какие-то помидоры, арбузы и прочее. Покрытие здесь достаточно хорошее. Это М4, М4, и вот, да, действительно, въезд при въезде из Ростовской области на Кубань. Вот станица Кущевская, и сейчас здесь вот такие вот цены. И газ в том числе здесь продается. Правда, да, газ здесь дороже, чем в Ставропольском крае, вот я заметил. Газ реально дороже. Ну что ж, путешествуем дальше, будем надеяться, что цены на бензин будут снижаться как-то со временем. Друзья, пишите комментарии. Немного чуть-чуть поднялся на мост, и вот какая Кущевка. Ну, отсюда, конечно, сильно не видно, но на самом деле вот эти домишки, 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 они продолжаются очень-очень туда далеко. Очень туда далеко. То есть это все вот станица Кущевка. Ну, а я сейчас планирую, соответственно, перейти вот этот вот виадук, мост. И вот в районе вот той речки, вот той речки, мы с товарищем и поставили палатку, примерно вот там. Отсюда ее не видно, но иду в те края. Товарищ обещал всегда приготовить на костре кашу и кофе. Вот в кустах на этой речке, в районе станицы Кущевки. И поставили мы палатки. Речка достаточно высохла, но тем не менее. Вот такая вот речка. Может, кто-то в комментариях напишет, как же переводится Куго-Ея. Куго-Ея, что это такое, почему и как. Ну, а вот там вот виднеется такой белый-белый памятник. Это поле казачьей славы. Ну, а я иду дальше, в сторону палатки. Мой товарищ специалист, и вот поджигает костер даже без бумаги. Даже без бумаги. Неужели вот так возможно, чтобы вот хоп, и оно сейчас сгорелось? Да, возможно. Кстати, мы находимся в довольно-таки опасного и известного бестия. Это станица Кущевская Краснодарского края. Станица Кущевка и Цапки стало нарицательным именем. А мы вот здесь поставили палатки наши. Как спалось? Отлично, только прохладненько было ночью. Прохладненько. Ну, сейчас, да, 12 сентября. А мы, да, вот-вот-вот-вот костер. Сейчас будем еду готовить. Сейчас будем еду готовить. Вот такая вот станица Кущевка. Она вот там на горизонте. На горизонте примерно вот в тех краях. Вот-вот. Взвейся кострами, как говорится, да. Вот там одна палатка, а вот вторая палатка. Тут вот под дом, под деревом стоит. Так что вот так путешествуем дальше. А скоро будет здесь вкусная гречневая каша и кофе на этом костре. И вот, наконец, свершилось в Кущевке, в Кущевке, где мы поставили палатки и ночевали этой ночью, сварилась греча. И вот из этого котелка и из этой кружки с помощью также кетчупа и вот помидоров в этом мешке будем сейчас кушать гречу. Кушать гречу. Вот она горячая и сейчас мы подкрепимся, а потом соберем вот эти наши палатки, которые здесь поставлены и установлены. И вот туда будем двигаться. Вот там знаменитая Кущевка. Вот там вот. А нам нужно в обратную сторону, в сторону на Ростов. Итак, путешествуем дальше и ждем ваши интересные комментарии под видео. Субтитры сделал DimaTorzok